Дорогие друзья, на связи с каналом уже не доктор, и прежде чем мы начнем, я бы хотел протереть камеру, да, так было бы лучше, и я бы хотел извиниться за то, что вчера я просто жестко натупил, жестко, да, потому что я вместо того, чтобы анализировать фондовый индекс NASDAQ, индекс технологических компаний, я анализировал акцию NASDAQ, ну протупил, ну ребят, ну извините, ну блин, я не торгую пока что еще на фондовом рынке, я готовлюсь только к этому, ну жесткий фейл, конечно, но я исправился вчера в своем телевизорном канале, я дал разволновку и по NASDAQ, по NASDAQ, вот, пожалуйста, есть она, сейчас мы ее бегло, и по индексу Dow Jones, тоже есть разволновочка, все это есть в моем телевизорном канале, поэтому туда подписывайтесь, ссылочка в описании, ну чтобы уже так внимательнее сохранить это все себе, посмотреть, чего ждать от рынка в ближайшее время. Ну, NASDAQ, во всяком случае, и S&P 500, судя по всему, продолжают свое шествие, развитие, в данном случае у нас будет завершаться пятиволновая импульсная структура, сейчас в процессе идет по NASDAQ третья подволна в рамках пятой волны, а по Dow Jones у нас и начинается, скорее всего, пятая подволна, как раз таки третьей, третьей подволны пятиволновой импульсной структуры, да. Ну, то есть, примерно одинаковая ситуация, что на промышленном индексе Dow Jones, что на NASDAQ, да. С NASDAQ очень сильно коррелирует у нас биткоин, поэтому я, собственно, все дело рассматриваю, поэтому со вчерашнего видео можно считать, что я исправился, за это мне поставьте, пожалуйста, лайк, если не жалко. А сейчас мы с вами перейдем к биткоину, опять же, будем смотреть по уровням, я не знаю, там разные методики технического анализа применять для того, чтобы понять, где дно, когда откупать биткоин, как на этом заработать. Вот, я продолжаю держать открытой короткую позицию по биткоину, которая на текущий момент уже почти в 27 тысяч долларов в профите. Ожидаю, что в скором времени будет завершаться уже третья подволна последней пятиволновки падения, вот, после чего будет коррекция, и самая большая веселуха, по идее, должна прийтись на пятую подволну, пятой волны. Пятую волну, пятой подволны, волны С. Ну, что, давайте, наверное, ну, золото я сегодня смотрел, золото выглядит очень хорошо. Судя по всему, началась пятая волна золота. Пятая волна, чаще всего, у золота бывает растянутой, поэтому я от золота ожидаю в ближайшие, там, месяца обновления исторических максимумов. Вот, поэтому, кто там думает, покупать им золото или не покупать, покупайте. Весь прикол в том, что сейчас очень сильно будет подорван авторитет биткоина, по причине того, что вероятнее всего, что золото будет расти, а биткоин, который форсили идею последние пару лет, что, ну, и вообще до этого тоже, но особенно сильно последние пару лет, что биткоин – это цифровое золото, к сожалению, будет раскорреляться между золотом и биткоином, потому что биткоин в ближайшее время, по крайней мере, будет продолжать падение, в то время, как золото выглядит невероятно бычьим, и, судя по всему, сейчас началась третья подволна роста в рамках пятой волны импульсной, и я думаю, что золото обновит свои исторические максимумы, даже выше пойдет, вот, серьезно выше. Так, ну, ладно, мы не про золото сегодня, мы сейчас про биткоин, и буквально быстренько по волновому принципу глянем, потому что у меня уже миллиард этих графиков. Да, ну вот, собственно, у нас здесь третья волна закончилась, как я и предполагал, третья подволна, это у нас была четвертая в виде треугольника здесь, я вчера писал об этом в Телеграме, кстати, это была шутка, вот тут я, многие постоянно, да, вот, особенности любителей вечного роста биткоина, мне там пишут, что теханализ не работает, не работает, не работает, я вчера, это шутка, если что, написал, что раз уж технический анализ не работает, просто я почему такие элементарные вещи говорю, что это шутка, потому что, когда у тебя, ну, аудитория там измеряется уже десятками тысяч человек, обязательно найдутся люди, которые не поймут, что это шутка, то есть, ну, это нормально абсолютно, вот, и я написал, что сейчас начнется, по идее, веселуха, и пойдем на 38 с копейками, и если вы не верите в тех анализ, то поверьте тогда в то, что я с Тоши Накамото, я просто решил продать немного своих биткоинов, и люди есть реально, кто в это поверил, а потом я, ну, еще шутил по этому поводу, что я там продал два биткоина из своего миллиона, или пишут, а нет у тебя миллиона биткоинов, ну, люди начали писать там всерьез, это, конечно, смешно выглядит, это все, я шучу, ребят, кто в это все реально верит, это просто шутка, вот, это реально работа технического анализа, вот, утро сегодня началось с интересных новостей на Блумберге, сейчас давайте рассмотрим уже дальше волновый принцип, а потом уже к фундаменталу перейдем, значит, у нас, судя по всему, вот это вот все третья волна, у нас еще будет с вами четверка, я не знаю, где сейчас тройка закончится, потому что сейчас у нас вот эта вот пятая подволна сейчас идет, где здесь был выход из треугольника, вот, по-моему, здесь, да, здесь у нас закончился треугольник, я вчера писал об этом, где-то у меня тут было, все в телеге есть, друзья, да, вот, я делал разволновку для треугольника, треугольники выступают коррекциями в четвертых волнах, вот, поэтому я предположил как раз-таки, что от этих значений будет падение, вот, так только что и произошло, по сути, и, судя по всему, это пятая подволна данной троечки, вот, где она сейчас закончится, не знаю, потому что пятые подволны, они обычно самые крупные, да, у нас это есть, тут, правда, третья у нас на часовом таймфрейме видно, как третья желтым я отметил растянута, вот она, но она, по сути, сколько имеет тут расстояния, а, ну, это, это третья подволна третьей волны, да, которая еще может быть в процессе, давайте посмотрим ее расстояние, именно третьей подволны, в данном случае, где она тут начиналась, вот здесь, что ли, сейчас точно узнаем, нет, вот здесь, получается, я делал разметочку, 8%, да, ну, раз уж пятая подволна у нас началась здесь примерно, то если пятая будет такая же, как третья, то это остановка на 37 тысячах долларов, а если длиннее, там, 1.618, например, то это будет, там, район 35 тысяч долларов, но хрен его знает, можем еще посмотреть, и, честно, я не знаю, где сейчас, надо смотреть, просто считать волны, на более мелком таймфрейме, и уже пытаться понять, потому что она может быть сильно растянута, и вообще, конечно, на мелких таймфреймах часто такое случается, что обе волны, и третья, и пятая, оказываются растянутыми, да, поэтому, может оказаться, что тройка сейчас еще будет длиннее, вот, но самое интересное, она еще впереди, так, что я еще хотел, сейчас, много всего хочу сказать, поэтому, поэтому где-то могу, мысли могут путаться, так, что-то хотел сказать, прям очень сильно хотел сказать, и вылетел из головы, ладно, если что, вспомню, в телеге напишу, вот, я не знаю, может быть, она уже закончилась, да, это третья волна, и сейчас начнется четверка, она может скорректироваться, вплоть до конца первой, первая у нас закончилась, на уровне 41 тысячи 700 долларов, да, а, все, я вспомнил, что я хотел сказать, сейчас еще расскажу, вот, 41 тысяча 700 долларов у нас закончилась, первая волна, поэтому я стоп-приказ сейчас поставлю в районе там 42 тысяч долларов с копейками, вот, на всякий случай, ну, потому что, ну, всегда надо защищать свою позицию, это будет увеличенный, гарантированный профит с этих всех дел, все равно уже очень хорошо с этого заработали, даже если не удастся, то уже классно, но я думаю, что все получится, вот, учитывая фундаментал, который еще назревает здесь у нас, сейчас о нем тоже поговорим, в общем, стоп-приказ за 42 тысячи долларов сейчас передвигаю, и четверка, сейчас вот, когда тройка закончится, возникнет четверка, и четверка может подняться вплоть до, как раз, 41 тысячи 600 долларов, но главное, чтобы она не заходила на территорию волны 1, иначе все перечеркнется тогда, вот, в любом случае, сейчас мы находимся уже ниже 38 с половиной тысяч долларов, и это полностью, как я и предполагал, перечеркивает то, что это у нас импульс был, да, это у нас подтверждает, что это была все коррекция, что это у нас коррекция ABC, ой, это я треугольник включил, сейчас, вот, это у нас просто зигзаг, я не знаю, наверное, такой, тут надо мельче смотреть, где что, без понятия, наверное, такой, вот, зигзаг, и, ну, все правильно, все идет чисто по учебнику, я вам хочу сказать, чисто по волновой теории, сейчас, когда закончится пятая подвал на троечке, начнется четверка, четверка может скорректироваться достаточно высоко, здесь опять возникнут надежды, снова все захотят, наверное, покупать, хотя, мы можем посмотреть на то, какой была двойка, двойка у нас была, двойка у нас была расширенной горизонтальной коррекцией, да, в принципе, четверка тогда может быть зигзагом, тогда это может быть достаточно мощный быстрый рост, к тем значениям, не обманывайтесь, пока мы не пробьем там уровень хотя бы 42 с половиной тысячи долларов, вот, потому что это все абсолютно нормально будет для коррекции такого падения, и потом уже начнется самое интересное, то, на что я питаю надежды для своего шорта, это то, что пятерка окажется, как уже по правилам, здесь происходит уже традиционно для рынка биткоина, в особенности в последнее время, растянутой, если она растянутая окажется, она может, так как она и будет пятой подволной, пятой волны волны С, это сильно увеличивает шансы того, что она будет чересчур растянутой, то есть ее цели могут быть там вплоть до 20 тысяч долларов, учитывая, что она будет в рамках расширенной горизонтальной коррекции АБЦ, которая уходит намного дальше, С-шка в норме, чем конец волны А, то есть вот у нас волна А завершилась где-то в районе 29 тысяч долларов, то в таком случае С-шка может быть по Fibonacci по коэффициенту 1,618 длиннее, чем А, и если мы возьмем там А, это 55,5%, то давайте умножим 55,5 умножить на 1,618, это почти 90%, там 89,8, то есть это в принципе возможно, ну может быть и короче, но в общем здесь ужас, то есть вот такая на самом деле может быть С-шка, там падение вплоть до, ну если ориентироваться исключительно по волновому принципу, она может быть до 7 тысяч долларов упасть, но я предполагаю, что этих цен мы не увидим, я думаю, что 20-ка вполне реально, но тоже следует отнестись уже с осторожностью к этим уровням, то есть там лучше уже смотреть по ситуации, мы не можем знать, куда мы точно упадем, знаете, то есть это уже нужно держать руку на пульсе, сейчас сложно сказать, насколько глубоким будет это падение, оно по сути может, может пятая волна окажется укороченной вообще, может быть она будет неудачей, и она не обновит даже тройку, может быть сейчас дно, это тоже вообще может быть такое, 35, ну это маловероятно, конечно, более вероятно это 33.30 и ниже, соответственно, там уже 25 круглое число, 24 уровень есть, 20-ка исторический максимум 17-го года, плюс 200-недельное склятие среднее, но история знает, краткосрочные пробития 200-недельки, как это было в марте 2020, соответственно, может быть даже вплоть до 14 тысяч, там есть очень сильный уровень, и даже 10 тысяч, даже 10, то есть, пока мне сложно сказать, сразу говорю, и я не знаю, вот откровенно говорю, я не знаю, где может это все дело закончиться, поэтому я бы вам советовал подписаться на мой канал, потому что я буду пытаться выяснить в моменте, используя технический анализ, где же все-таки происходит разворот, чтобы мы с вами попытались его словить, конечно же, по наиболее выгодным ценам, поэтому подпишитесь прямо сейчас на мой канал, нажмите на колокол, чтобы не пропускать новые видосы, и смотрите их регулярно, благо они не так часто выходят, там раз в день, раз в два дня, вот, где сейчас может тройка закончиться, для этого нам надо с вами обратиться к веерному принципу, и вот он, пожалуйста, у нас есть первый веер, первая линия веера, вторая и третья, и мы видим, после пробития каждой из линий, предыдущая становится, превращается в сопротивление, в поддержку, и мы видим, что вторая линия веера на текущий момент находится на значениях около 32,5 тысяч долларов, это сегодня, завтра это значение будет еще ниже, там, 32 тысячи долларов, в течение недели оно будет опускаться, там, вплоть до 30 тысяч долларов, поэтому мне кажется, что логичным было бы завершение все-таки тройки, да, если сейчас пятерка окажется растянутой, то в районе 33 тысяч долларов, учитывая предыдущее экстремум падение, да, вот он как раз именно был здесь, в районе 33 тысяч долларов, 34 тысяч долларов, я лично пока что поставил тейк профит на половину своей короткой позиции, как раз-таки по ценам чуть выше 33 тысяч долларов, вот половину буду продолжать держать, почему, потому что я ожидаю четверку зигзагом, и, соответственно, возможность снова возврат, там, оттуда, там, до 40 тысяч долларов, или, там, 38 тысяч долларов, ну, там уже будем смотреть тоже, вот, я просто перезайду, потом шорт и все, то есть, половину оставлю, половину сделаю тейк профит, если цены туда дойдут, стоп-риказ все равно уже в гарантированном профите находится, вот, так что это как вариант поддержки, помощи, ищи, поиска цели, о том, где закончится данная третья подволна. Завтра у нас понедельник, в, по-моему, в пол пятого, по московскому времени, да, кажется, в пол пятого, открываются фондовые рынки, биржи, там, начнут торговаться, NASDAQ начнет торговаться, и я думаю, я думаю, что они откроются с серьезным гэпом, в сторону снижения, из-за новостей, которые в последнее время выходят, которые мы еще с вами рассмотрим, а так как биткоин коррелирует с фондовым рынком, очень сильно, я ожидаю, что завтра может быть также, как раз таки, финализация, это третья подволна, после чего, начнется четверка, вот, и как раз завтра есть вариант как раз сходить именно к этим значениям, вот, теперь по поводу новостей, значит, во-первых, давайте рассмотрим то, что у нас сейчас происходит с Украиной, значит, появляется повод для российских войск напасть на Украину из-за обстрелов, с двух сторон, то есть, ДНР, ЛНР обстреливают украинские позиции, Украина, насколько я понимаю, тоже отвечает, но, ну, то есть, есть определенные провокации, плюс, СМИ раздувают очень сильно в России, я так понял, момент с тем, что в Ростовской области уже два снаряда с территории Украины якобы прилетели, я сейчас сразу хочу еще раз сказать, потому что вчера там налетели, товарищи политики, я не, значит, мой канал не про политику, я не высказываю своего политического мнения, оно у меня есть, можете поверить, да, и мне бы хотелось, конечно, его высказать, но я его не высказываю, потому что у меня канал совершенно о другом, я рассматриваю такие политические острые темы, исключительно с точки зрения, как мы можем на этом заработать на рынке, то есть, с прогностической точки зрения для рынков, это крайне плохая новость, потому что ситуация обостряется, Россия не только не отвела войска, она еще и добавила их, то есть, появляется все больше данных о том, что тут и самолеты, бомбардировщики, я так понимаю, что здесь уже снимки там с космоса у границ украинских, вот, то есть, это уже не похоже на учение, да, и как там оно на самом деле, да, сами под чужим, под украинским флагом ДНРовцы себя сами обстреливают, или это реально украинцы диверсию организовывают, это вы уже сами решаете, у меня есть своя точка зрения, я ее еще раз говорю, я ее высказывать не буду, то есть, я на это все смотрю со своей колокольни, принимаю, у меня есть понимание, чем думает Путин, чем думает Байден, но еще раз говорю, вы не услышите от меня какого-то мнения, поэтому вчера там налетели политиканы, начинают там меня рассказывать мне, как мне жить и учить меня, в общем, идите в жопу, вот, это все плохие новости, скажем так, и тут уже Европа уже больше настаивает на том, чтобы граждане, европейские страны, чтобы граждане эвакуировались из Украины как можно скорее, ну, в общем, я думаю, неделя следующая будет пестрить именно плохими новостями, потому что здесь прям уже и опять называют даты и снова говорят, что прям совсем-совсем скоро будет произведено нападение России на Украину, вот, естественно, версия про западный мир, западный мир, он на стороне Украины, ну, в общем, тут такая уже серьезная делюга, сейчас всемирного масштаба начинается, не очень хорошая, честно говоря, для рынков, тем более, вот, и еще одна новость, медвежья, значит, вот она, вчера была конференция с участием Виталика Бутерина, где Виталик сказал, что крипта приветствует еще одну зиму, ну, он также высказался, что это, конечно, не точно здесь, да, что вот он еще в этом не уверен на все 100%, но типа, что эта зима, если все-таки падение продолжится, хорошо скажется на реальных разработчиках, потому что рынок отсеет мошенников, которые сюда пришли чисто на хайп и оставит только реально серьезно настроенных разработчиков, которые будут продолжать развивать технологию и так далее, вот. Так что Виталик Бутерин уже предположил, что началась криптозима и я хочу напомнить, что в конце 2017 года, когда эфир стоил там 1300 или 1200, я уже точно не помню, Виталик с похожим заявлением писал в Твиттере, что эфириум сильно переоценен и он не должен столько стоить. В последствии, в последующие два года эфириум с этих значений дешевел там с 1400 долларов по-моему до 80. Вот, поэтому кто там говорит, вот мне больше всего нравятся комментаторы, если он сказал продавать, значит надо вставать в лонг. Ну вставайте, покупайте вообще на все, что есть, берите кредит и покупайте. Вот, Виталик Бутарин такие вещи говорит не часто и если говорит, то надо к этому прислушиваться. Это две такие важные фундаментальные новости, которые сегодня вышли, ну по крайней мере на Блумберге я сегодня это увидел. Вот, такие дела, такие дела. Так что покупать пока рано, не надо спешить, я думаю, что покупать будем, знаете, в тот момент, когда Биткоин нарисует какую-то разворотную структуру, какой-то разворотный паттерн, да, то есть сейчас будет четверка там, например, потом пятерка, она может сильно глубоко закончиться и там, допустим, начнется единица, здесь вот по идее, когда начнется единица следующего роста, там вообще все должны быть на стороне медведей, то есть все должны будут кричать, ааа, мы будем дальше падать, все пизда, крипте, извините за мат, вот, в крипте конец, больше ничего хорошего мы не увидим и этим будет символизировать на этом фоне, что типа небольшой откатик перед следующим ростом, да, и когда мы увидим, что следующий откат не покроет новый минимум, мы сможем, по крайней мере, здесь будем считать волны, сможем предполагать, что это и здесь посчитаем волны, да, в этой пятой волне, которая еще грядет, скорее всего, и уже сможем примерно понять, что к чему, да, начнем постепенно, если будет здесь уверенность, начнем тут лонги набирать, и когда обновим вершину, то есть образуем какой-то паттерн, там, двойное основание или голову плечи, вот, да, может быть, вот, как бы вот так, например, то здесь уже будем заходить, уже более уверенно, когда там будем локальные линии тенденции пробивать, будем по осцилляторам смотреть, может быть, там будут какие-то бычьи расхождения, на RSI, на MACD, на линиях MACD, вот, ну, вообще правильно говорить MACD, Moving Average Convergence Divergence, ну, мне что-то приятнее говорить, MACD, легче говорить, вот, поэтому будем смотреть там на более крупные таймфреймы, пока все выглядит очень сильно помедвежьи, поэтому я совсем не спешу закрывать этот шорт, я просто буду его защищать, в планах у меня дождаться все-таки развития четверки, если я увижу, что четверка завершается, и то я, если это будет завершение вблизи как раз значений, там 41 500, то я буду увеличивать еще шорт здесь, то есть буду его добавлять, и уже по мере развития пятерки, я буду, то есть там, допустим, первая подволна разовьется, разовьется третья, я переставлю стоп уже на уровень первой волны, потом уже третья, когда начнется четверка, я просто уже стоп поставлю здесь, и уже буду там по целям расставлять тейк-профиты именно по методу усреднения, да, на какие-то значимые уровни, вот, а потом уже буду искать точки для входа в лонг, то есть вот такая у меня пока что стратегия на текущий момент, и если ценник вернется обратно выше 42 тысяч долларов, ну все, меня тогда выбьет там по стопам, тогда структура пятиволновая поломается, и в таком случае уже буду искать идею от лонга, или вообще пока оставаться в стороне, наблюдать, что происходит, как бы так, вот такой у меня сегодня разборчик, я пошел развлекаться, веселиться, вот, есть помидоры, огурцы, худеть, спортом заниматься, и в приставку играть, это план на сегодняшний день, и, конечно же, ввести свой телеграм-канал, на который, я надеюсь, вы уже подписались, обязательно подписывайтесь, то есть все вот эти вещи, очень много всего я даю именно в этой телеге, так что ссылочка в описании, все, на этом у меня все, я всем желаю жирного профита, увидимся с вами завтра, наверное, пока.